Сегодня в России активно обсуждается идея переориентации госзаказа для образовательных учреждений в пользу рабочих специальностей. Насколько она эффективна? Как эта мера поможет решить проблему безработицы? Об этом мы побеседовали с министром труда и занятости населения Волгоградской области Ниной Черняевой. Нина Алексеевна, расскажите, как складывается ситуация на рынке труда Волгоградской области и сколько у нас безработных насчитывается в регионе? В настоящее время на рынке труда у нас стабильная ситуация. Уровень регистрированной безработицы равен 1,26%. По Российской Федерации 1,57% на сегодняшний день. Я хочу сказать, что за прошедший год уровень регистрированной безработицы снизился с 1,9% до 1,1 января 2012 года 1,6%. Мы хотим добиться в этом году, чтобы у нас среднегодовой уровень регистрированной безработицы был 1,5%. Мы выходим до кризисных цифр 2008 года. Надо отметить, что у нас сейчас зарегистрировано безработных, признано по закону, 16 600 человек, а вакансий 34 тысячи. Казалось бы, такая диспропорция. У нас больше вакансий, а эти люди нетрудоустроены. Анализируя качество вакансий, которое представлено работодателями нам в центре занятости информацию, она говорит о том, что 60% требуется неквалифицированных рабочих. И, соответственно, надо сказать о том, что качество заработной платы тоже предлагаемое, невысокое. Расскажите, какие меры применяют областные власти для борьбы с безработицей в регионе? Безусловно, существует программа и закон о занятости. Нам выделены федеральные субвенции в размере на этот год 712 миллионов. Но на прошлой неделе мы посчитали, что нашему министерству недостаточно. И мы, я на этой неделе защищала, и еще нам выделяется дополнительные средства около 61 миллиона. Что это за деньги и на какие нужды они тратятся? Это, прежде всего, когда гражданин признан безработным, он получает пособие по безработице. Соответственно, у нас в этой программе идут общественные работы, где мы можем предоставить нашим гражданам не только в Волгограде, но и в Волгоградской области, где мы тоже даем пособие по безработице. Это, соответственно, у нас по профобучению нашему мы можем и женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, если они решили поменять профессию или освежить свои знания. Мы их тоже учим бесплатно и выплачиваем стипендии. И также люди, которые выходят, досрочно оформляются на пенсию. Нина Алексеевна, известно, что в России сегодня наблюдается некий перекос на рынке труда. То есть экономистов-юристов очень много, а рабочих специальностей не хватает. Государство намерено эту ситуацию переломить. А как с этим дела обстоят в Волгоградской области и какие меры намерены предпринимать областные власти? Такая ситуация существует и мы не исключением в Волгоградской области, но Министерство труда и занятости ведет мониторинг. И, соответственно, мы получаем информацию от работодателей, какие профессии для них важны. Тока, каменщик или еще какие-то профессии. Водитель какого класса. Соответственно, мы готовим. И у нас есть договора, которые проводят аукционы. Мы заключаем договор с учебным заведением, где мы можем обучать этих людей, которые хотят получить именно эту профессию. И их возьмут на то или иное предприятие. Но и, соответственно, мы работаем с Министерством образования, безусловно. И мы говорим, что же у нас востребовано, и даем им информацию, в каких профессиях нуждается в настоящее время регион. Сейчас лето, и многие школьники, студенты не прочь подзаработать. А какие предложения есть для несовершеннолетних на рынке труда Волгоградской области? Много ли их? Есть в программе трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 16 лет, которые ребята к нам приходят. Мы их можем трудоустроить. Наши пособия составляют 1600 рублей плюс заработная плата работодателя. То есть мы все трудоустроим и свою социальную помощь осуществляем. Какие им вакансии предлагают? Ну, конечно, это по благоустройству территории. Это и в сельских населениях, и в городских округах. Конечно, это по благоустройству территории. Ребята с удовольствием поработают. Нина Алексеевна, спасибо за беседу.